Всем привет, добро пожаловать на канал Хайбист, и с вами я, его ведущий, Риха Хартс. Kanye West и Adidas наконец-то нас услышали и начали радовать нас новыми силуэтами Изи. И сегодня мы посмотрим на Изи 700 MNVN. Я вам честно скажу, я не знаю, что значит надпись MNVN, но я думаю, это что-то наподобие SPLY, то, что мы всегда видели на 350-х Изях. Да, сейчас многие начнут по-любому писать в комментах SPLY, это St. Pablo Loves You или St. Pablo Loves Изи. Такие точные аббревиатуры никто не знает, и с MNVN будет по-любому то же самое. Ну что же, я предлагаю не тянуть, переходим в Close Up и посмотрим на Изи 700 MNVN. Погнали! Ну что же, начнем с коробки. Здесь каких-то особых изменений нету. Все та же самая надпись 700, все та же самая надпись Boost. Ну и с этой стороны мы видим размерную сетку, надпись MNVN. Ну и больше ничего здесь нет, поэтому давайте же откроем коробку и посмотрим на саму пару. Ну что же, вот он новый силуэт от компании Adidas Изи 700 MNVN. Дата выхода этой пары 8 февраля и релиз был очень сильно ограничен. В общем, пар действительно мало. Ритейл на данную пару составляет 220 долларов, и это точно так же, как стоили Изи 700 V3. Расцветка называется Triple Black. Впервые эту модель мы увидели довольно-таки давно, но по слухам она должна была быть только Friends and Family. В общем, только семья и друзья Kanye West бы получили ее. И если я не ошибаюсь, Rapper 6ix9ine уже гонял в этой паре несколько лет назад. В общем, видели мы их уже давно, а выпустили их только сейчас. Друзья, хочу вам сообщить, что мы сделали очень крутой паблик с новостями. И если ты хочешь знать про все самые новые дропы кроссовок, про все релизы, что будут, то обязательно переходи по ссылочке в описании и подписывайся. Но если ты хочешь научиться брать самые желанные релизы, которые попросту нигде не достать, но либо же начать зарабатывать на перепродаже одежды и кроссовок, то мы сделали платный чат, где мы тебя всему научим. Но если ты просто хочешь купить себе какую-то лимитированную шмотку или кроссовки, то хочу тебе сообщить то, что я сделал свой магазин в Instagram, где будет продаваться множество хайповых вещей, но если чего-то нет в наличии, мы обязательно для тебя это найдем. В общем, все ссылки будут в описании, обязательно переходи, не поленись, потому что ты можешь узнать про новости, начать зарабатывать на перепродаже, либо же просто купить себе какие-то крутые кроссовки. Ну а так, приятного просмотра. Я хочу вам сказать то, что это бюджетная версия 700-х изей, потому что V1 и V2, они из хороших материалов и ритейл у них 350 долларов. На данную пару ритейл составляет 220, и если не сэкономили на бусте, то сэкономили на материалах сверху. Я думаю, даже камера передает, что материалы здесь прямо не ахти. В общем, Adidas называет этот материал облегченный полиэстер, но в то же время Adidas заявляет то, что этот материал дышащий. Носок этой пары выполнен по технологии без швов, как заявляет Adidas, но на самом деле это просто означает то, что носок приклеен. Швов здесь нету, и вы можете увидеть то, что действительно все просто проклеено. Я не думаю, что они расклеятся, у Adidas со сборкой все нормально, но могли бы хотя бы что-то здесь пришить. Также у этой модели очень интересная шнуровка, потому что, как вы можете заметить, здесь нет ни начала, ни конца шнурков. Эта технология шнуровки называется Bungie, и по факту из-за этой шнуровки эти кроссовки стали с липонами. То есть их нельзя завязать и просто сделать потуже, если пара вам чуть-чуть велика. То есть если действительно вам кроссовки не подходят по размеру, вы их не сможете затянуть. Они вам будут все время большие. Поэтому перед покупкой этой пары я вам советую обязательно ее померить. Надпись 700 очень тяжело увидеть. В общем, если я выключу свет, вы поймете, о чем я говорю. И действительно кроссовок становится полностью черным. Но в то же время, если сфотографировать эти кроссовки со вспышкой, надпись 700 и некоторые элементы на носке будут светиться, потому что они рефлективные. Но давайте посмотрим правде в глаза, как часто мы фотографируем свои кроссовки со вспышкой. И также хотел добавить то, что вот эти вот два кругляшка на подошве, они тоже рефлективные, поэтому при вспышке они будут светиться. А сейчас я хотел бы быстренько сравнить EZ700 MNVN и EZ700 V3. Ритейл на обе пары составляет 220 долларов, и их можно считать бюджетной версией EZ700 V1 и V2. В EZ700 V3 нету буста, но зато верх выполнен из довольно-таки качественных материалов. Но в EZ700 MNVN все совсем наоборот. Здесь присутствует буст, но вот на верхе действительно Adidas сэкономил. Ну прям... В общем, кто трогал полиэстер, тот меня поймет. Но в то же время пара довольно-таки мягкая, и я думаю, ходить в ней будет удобно. Ну что ж, вот мы и посмотрели на EZ700 MNVN, новый силуэт от компании Adidas и Kanye West. Я честно не фанат их, вот прям мне не заходит. Я сам по себе не сильно люблю EZ. Да, они интересны, и наконец-то мы увидели что-то новенькое. Грех жаловаться, поэтому компания Adidas старается радовать нас чем-то новым. Если вы решили себе брать эту пару, я вам посоветую брать свой настоящий размер. Так как шнурки у этой пары не затягиваются, они довольно-таки узкие. Ну или если у вас очень широкая нога, я вам вообще бы не советовал их брать, потому что вы просто не влезете в них. Ну а так, вроде, обо всем поговорили, на все посмотрели. Если вы новенький на этом канале, пожалуйста, подпишитесь, закиньте палец вверх, напишите какой-то комментарий, если вам понравился этот ролик. Ну и также, конечно, напишите свое мнение по поводу этой модели. Ну а так, с вами был Ярик и Хартс, вы были на канале Hybeast. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok